Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Вам слово. Вы пришли сегодня на нашу программу с какой-то темой, которую хотели обсудить в студии. — Одна из таких, наверное, интересных тем, которые, может быть, и вам будут интересны — это тема обесценивания, с которой приходится сталкиваться в психотерапевтическом процессе, в консультативном процессе. Ну, нельзя, может быть, сказать, что это непосредственно тема, то есть как некая процедура это встречается в разговоре, но мы вполне можем ее тематизировать, то есть поговорить сегодня об обесценивании, тем более что вопросы ценностей, ну, существенно, может быть, какие-то конкретные истории у нас всплывут. Ну, в общем, на ваш вопрос я бы так ответил, Елена. — Чтобы нам беседу продолжить, наверное, имеет смысл какой-то пример привести. У меня, на вскидку, все примеры почему-то связаны и с рабочим процессом, когда сотрудники жалуются, что их недооценивают, или руководство обесценивает их деятельность, не признавая их вклада, их заслуг. У вас, возможно, есть примеры из внутрисемейных каких-то таких историй. — Ну да, я предварительно, думая об этом вопросе обесценивания, сразу думал, что стоит оговориться, что мы, наверное, не будем все валить в кучу, или, может быть, наоборот, из некой кучи под названием, под той кучей, которую можно назвать обесценивание, и там, и там, и там, и там, да, это словечко сейчас популярно. Мы попробуем, как в какой-то игре, да, вытаскивать отдельные элементы и рассматривать под этой призмой обесценивания. Мои истории связаны, да, с, наверное, семейными вопросами. Например, приходит женщина, ну, лет 35, допустим, и говорит о, ну, может быть, чуть-чуть постарше, там, к 40, и говорит о своей взрослой дочери или сыне, например, который живет вместе с родителями, ну, то есть с ней, с супругом, и он может там учиться или уже, может быть, учится, работает или работает, и, в общем, этот взрослый ребенок еще не выпорхнул из семейного гнезда, он находится здесь в семье, и мама, помимо прочих каких-то сложностей, о которых она говорит, она говорит вот о сложностях в общении с ребенком и о том, что, в общем, она перестала быть авторитетом для ребенка, и это для мамы, о которой я говорю, такая, в общем, болезненная история, и на мой вопрос, почему перестала быть авторитетом или что она имеет в виду, она говорит, что вот все какие-то там мои рекомендации, еще там слова, может быть, замечания, они действия, которые я и перед этим, может быть, делала, ну, например, дочь может сказать, ты меня неправильно воспитывала, ну, как-то это может быть упаковано даже в такие величины, да, в такие выражения, то есть не по поводу конкретных каких-то, или там вы там что-то в меня неправильно вложили, или вы меня сделали такой неуверенный, или вы мной не занимались, или вы меня не любили, да, такое вот сообщение, и, в общем, мама приносит это в психотерапию, потому что, ну, в общем, это ее, как я сказал, ранит, она не знает, что с этим делать, она не знает, что делать с этим выражением, и она не знает, наверное, какой след ее действия оставили или не оставили в опыте ее ребенка, ну, то есть действительно не любили. То есть какие основания у ребенка есть предъявлять такие претензии? Да, действительно не любили, действительно там испортили, действительно что-то там не слушали, и вот слово обесценивание, ну, она, мама говорит, ну, я что-то делала, да, и вот сейчас, может быть, там какие-то даю рекомендации, как-то откликаюсь, но чувствую, что немножко переформулирую, ценность того, что я говорю и делаю, не признается моим ребенком. Вот такой кейс, как сейчас принято говорить, такая история. Так, а в какую тему, в какую сторону мы двинемся, что лежит за этим обесцениванием, или что хочет сказать ребенок такими словами и такими, ну, не знаю, мне прям, я это слышу как претензии, то есть со стороны ребенка. То есть он что-то такое предъявляет, еще и очень сильно обвиняет. Ну, вы ухватили важный момент, который мы тоже, я и человек, который приходит, мы стараемся, наверное, это ухватить, что разговор о ценностях, ну, в данном случае, да, о цене, точнее, может быть, не о ценностях, ну, в моральном смысле, а о цене действий каких-то, да, и ее снижении, это разговор о каких-то переживаниях, то есть это попытка близких людей друг к другу сказать о каких-то своих чувствах, о каких-то своих переживаниях, и это хороший вопрос, когда он задается, хороший в смысле открывающий новую перспективу, да, о чем хочет сказать ваш ребенок, когда он говорит то-то, 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 как вы это понимаете, или как вы это слышите, о каких переживаниях он говорит, да, что вы чувствуете в этот момент. Ну, например, мама в этой ситуации говорит, что она растеряна, что она обижена в какой-то степени, может быть, она чувствует себя виноватой, она испытывает угрязение совести, я такой комплексный некий портрет, может быть, наши зрители в какой-то части узнают себя, чувствуют вину, может быть, да, чувствуют, ну, может быть, злость даже где-то, что не признаны эти действия. И один из главных вопросов, мы с вами касались этого, регулярно касаемся, что с этим делать, да, вот, что делать с этим сообщением, ну, как с ним быть, как его расшифровать, это один момент, что делать, ну, что я могу услышать в этом, да, когда мне говорят, что ты там ничего не сделал, и что с этим делать в смысле с тем же самым воспитанием, влиянием, ну, руки опускаются, мама говорит, все, я, видимо, там, подружки, какие-то другие взрослые мужчины и женщины, блогеры, еще кто-то, да, вот сейчас те люди, которые могут повлиять на моего ребенка, а, например, у ребенка какие-то могут еще сложности, ну, социального характера, да, и мама говорит, вот, мне сказали, что я не могу никак повлиять, мне сказали, что прежние мои действия ничем никак не ценятся, и, в общем, ну, хоть вот разводи руками. Вот мы можем об этом поговорить. Но мы еще можем поговорить о том, я так немножко анонсом, мне кажется, об очень интересном моменте порассуждать о том, что очень часто за этим, это обесценивание, да, и, ну, как бы, мама такая пребывает в каком-то таком паническом настроении, что вот все, что она сделала, видимо, коту под хвост. Ну, то есть, получается, я вас перебью, мама... Мама, папа. Ну, мама, папа, неважно, родители, ну, достаточно прямолинейно, и как будто бы... Супруги. В очень одностороннем порядке понимают вот эти слова. То есть, вы меня неправильно воспитывали, все, конец, как бы, вот, и вот она разрастает вот это до катастрофы, что действительно все, что было сделано в воспитании ребенка, как будто бы не было хороших моментов, да. Не знаю, не хочется употреблять слово «правильное воспитание», но что-то там делалось, что потом ребенку помогает во взрослой жизни дела какие-то делать. То есть, я к чему, о чем я хочу сказать. Когда родители это слышат, что-то у родителей же тоже внутри существует, где они вот это понимают настолько вот буквально, на 100% буквально, да, меня не любили, и все, как же так, мы же вроде любили, а вот, оказывается, мы не любили. Ну, а как не буквально понимать? Здесь нужно кое-что сделать, я так, в качестве анонса, чтобы не понимать это только буквально, когда тебе говорят «все, что ты сделал, все было плохо», ну, когда ребенок говорит, да, неважно, когда супруг или супруга говорит, когда близкий человек говорит, как это не понимать буквально, как это вывернуть еще, ну, как в этом можно… Ну, не знаю, хотя бы спросить в ответ, ну, расшифруй, поясни как-то подробнее, что конкретно, ну, какой-то конкретики. Ну, тут вот этот самый момент, Елена, потому что, когда речь идет о конкретике, ну, например, там, вы мне что-то не купили, вы меня куда-то не отвели, разговор начинается о фактологии, которая ничего не проясняет. Ну, этот разговор может стать бесконечно тупиковым, потому что, ну, вы меня куда-то не отвели, ну, зато мы тебя туда отвели, ну, вы мне это не купили, ну, зато… То есть, поиск каких-то позитивных, может быть, ну, или условно того, что было сделано, и предъявления, да, и это такой взаимный какой-то пересмотр и предъявление каких-то действий. Ну, это как пинг-пон такой, да? Каких-то действий. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ладно, хорошо, отметаем. Что тогда за этим вопросом? Ну, можно какие-то сомнения ребенку попытаться услышать, в чем он сомневается, в себе ли, и в чувствах родительских по отношению к нему? О чем он хочет сказать? То есть, как родителю докопаться до сути? Которые, как мы с вами неоднократно говорили, часто прячутся за вот этими, не знаю, пусть претензиями, прямолинейными какими-то обвинениями. Ну, я сейчас опущу часть цепочки. Если нужно будет, мы к ней вернемся для того, чтобы посмотреть, как это может быть кто-то из зрителей нас к этому вернет. Иногда продуктивным оказывается разговор о том, что обесценивание соседствует или является видимой частью невидимой избыточной ценности. То есть, обесценивая или пытаясь снизить цену чего-то, но, например, пытаясь снизить цену родительского участия во мне, как в ребенке, я таким образом пытаюсь совладать с избыточной ценностью. Я, может быть, не до конца, как ребенок, понимаю, насколько я зависим, ну, выросший уже, да, живущий у родителей, питающийся за счет родителей, я не знаю, да, обращающийся за помощью и прочее, 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 такой слеповатый в социальном, может быть, смысле. Куча разных, конечно, есть историй, но вот иногда это, так или иначе, история с попыткой снизить ценность. То есть, разговор или слова о том, что это ничего не стоит, это очень часто слова о том, что это стоит слишком дорого для меня. Интересно. То есть, я пытаюсь такими словами снизить стоимость, ну, в кавычках возьмем стоимость, да, я пытаюсь таким образом, может быть, как-то, как ребенок, дистанцироваться, говоря о том, что ты для меня не авторитет, я, может быть, хочу сказать, что ты для меня слишком большой авторитет, и я бы хотел это слишком большое снизить для себя. Ну, например, я… Ну, то есть, это желание хотя бы эмоционально как-то отделиться от родителей, ну, вот это слово «сепарация», где мы с вами тоже… Ну, может быть, отделиться, если как, не как результат, ну, все, мы разделились, да, а как некий процесс от деления, ну, так, если в буквальных категориях дистанции, ну, сделать немножко шаг в сторону, да, нужно немножко увеличить между нами пространство, потому что, может быть, таким образом ребенок говорит, что вас слишком много. Интересно, да, перебью вас, вы такими словами оперируете, там, стоимость, да, ценность, и у меня фантазия такая начала рождаться, что является единицей, вот этой, да, у которой есть определенная стоимость, и что обесценивается. Является ли единицей, ну, например, родительский восторг вот от самих себя, что вот, ну, вот мы родители, да, ну, видишь, такие родители, которые преподносят свое родительство как вот, не знаю, такую какую-то идею очень ценную, и они постоянно хвалятся, что как они родители, много сделали, там, ребенок со стороны видит, что, ну, они мимо иногда попадают потребности и желания каких-то ребенка, и он пытается снизить вот эту их собственную значимость в своих глазах. С другой стороны, может быть, само наличие ребенка является для родителей такой ценностью, и тогда здесь гиперопека, вот усиленный контроль за всем, да, желание, чтобы ребенок вырос идеальным, и ребенок пытается обесценить самого себя в глазах родителей. Ну, если продолжать вашу интересную, Елен, логику, то таким образом ребенок пытается снизить ценность не самого себя, а того идеального образа, который родители на его... Это, на мой взгляд, важное дополнение. В этом смысле тогда есть два ребенка. Один тот, который, ну, условно, живой, действительный, реальный, можно по-разному назвать, да, тот, который есть, или тот, который еще не есть, но может быть, но может свершиться, может открыться, да, как, не знаю, бутон розы – это уже есть роза или нет? Нет, но она розы в перспективе, да, этот бутон может так и остаться бутоном, его резиночкой так закроют, или не розу, а тюльпан. Или стабилизируют сейчас, да, как... Да, да, вот, и в этом смысле, конечно, вот этот разговор о ценности и об идеалах, гипер какой-то ценности – это слова из одного лексикона, и вы подхватили этот лексикон, и да, в этом смысле родители могут идеализировать свое участие. Вот, да, хорошее словечко подобрали. Да, идеализировать свое участие, какие мы замечательные родители, но эта фраза же обо мне, как о родителе, это же не фраза о ребенке, да, и когда я говорю, что я замечательный родитель, который все увидел, услышал и помог вырасти, то, наверное, мой ребенок будет в этом слышать фальшь, потому что, ну, если я думаю, что я говорю про него, потому что это не про него, а про меня, как про родителя, да. Я себе в этом смысле увеличиваю ценность, свое родительское, ну, какое-то такое идеальное образование внутри конструирую. И вот, ну, основная идея, с которой вот я сегодня пришел, и которая тематизируется, что за обесцениванием очень часто стоит избыточная ценность. Но специалисты об этом знают, тут мы Америку не открываем, что идеализация и разочарование ходят рука об руку. Но интересный момент, что в практике это не всегда сразу понимаешь, когда сталкиваешься с, ну, каким-то мощным, например, выплеском, это даже может быть в социальной сфере, выплеском, я не знаю, кого угодно, социального какого-то известного человека, политика, родителя, да, который, да, выступает, ну, с какой-то обвиняющей, снижающей ценность кого-то риторикой, можно задаться вопросом, что речь-то на самом деле, может быть, идет о том, что это что-то, что опускается, как сейчас говорят, оно имеет избыточную ценность. Это нужно принизить, на самом деле оно имеет там какие-то возвышенные какие-то... Да, и мы в данном случае говорим, может быть, в этом обесценивании, может быть, есть страх, потому что идеал слишком большой, нужно как-то его опустить в моей голове, ребенка или вот этого самого коммуницирующего взрослого. Идеал так велик, что единственное, что я могу сделать, это, ну, грубо говоря, прийти под этот двухсотметровый памятник, ну, и начать на него ругаться, ну, грубо говоря, да, чтобы хоть как-то с ним, ну, если не в рост, то немножко памятник в кавычках, естественно. Я скажу в вашей картине с памятником историю про зависть, где, если я прихожу к памятнику, то я, наверное, чему-то завидую, не знаю, успехом этого человека, или как легко ему все в жизни давалось, как он был признан другим, а я вот такой, сикой раз эдакий, не признан, и вот, блин, мне надо хотя бы в собственных глазах тебя принизить, чтобы мне уж совсем тошно не стало. Вы правы, зависть там тоже обычно есть, потому что трудно не завидовать идеалу, которым, например, в данном случае является родитель, особенно если он этот идеал своему ребенку предлагает, ну, если не ежесекундно, ежедневно, например, в твоем возрасте, в 20 лет я уже работал, а ты еще там, я не знаю, учишься, или у меня уже была девушка, или парень, или я не знаю, там, ну, массу всего, да, я училась, учился и работал одновременно, я не знаю, там, жал 100 килограмм, все что угодно. Да, но не перечисляются неудачи, что я, например, там, учился, ну, через два месяца меня с работы уволили, из института отчислили. Я имею в виду, что родители часто умалчивают об этом. Могут быть и неудачи, ну, например, меня уволили, но на следующий день я уже нашел работу, да, то есть посмотри, как я совладал с тем неуспехом, который был на моем пути. И, конечно, то, что вы сказали о зависти, это очень, очень в точку, и через некоторое время разговора о ценностях и обесценивании возникает разговор о зависти, потому что это очень мощное чувство, за которым, в свою очередь, стоит злость и агрессия, еще более… Страх? Ну, в данном случае, если про злость, если страх более позволителен, да, более, что ли, близок к поверхности осознавания, то такая злость, ну, например, на родителей злиться, уж тем более говорить им о том, что… А уж тем более, если они такие распрекрасные, как им сказать о своей злости, например, о том, что «мне кажется, что вы меня не слышали, не слышите, или там «я для вас не я, а я в двух ипостасях», ну, какой-то такой идеальный «я», в которого вы вкладываетесь, которого вы хотите видеть и которому я должен соответствовать, да? Ну, и ребенок же… Мы-то с вами здесь обсуждаем, рассчитывая, что нас смотрит достаточно взрослая аудитория, которая уже хоть что-то о психологии, о внутренних процессах понимает или учится вместе с нами понимать. А как быть ребенку, который вообще далек от психологии, у него этого возможное понимание, нет его внутренних процессов, и у него нет слов для называния этих процессов. И тогда он, скорее всего, адресуется к событиям из жизни с родителями, где он говорит «вы меня не сводили, вы мне не купили», но сформулировать он не может, что «меня всегда угнетало, что вы такие вот распрекрасные, великолепные, а я вот чего-то хотела, но мои желания не попадали, и как-то…» «Вы меня не сводили, не купили», это может быть услышано, может быть, таким образом. Мы же о гипотезах говорим, которые нужно проверять в каждой ситуации. «Вы меня не сводили и не купили», за этим как будто стоит «вы меня в чем-то не услышали». Не в том, что я этого там хочу, чего я хочу, да, а в том, что я, во-первых, что-то хотел… Или что-то для меня было важно в тот момент. Да, это не значит, что нужно было действительно на машине времени вернуться и купить, и сводить, но я, кажется, не был услышан в каких-то важных для себя моментах. И вот этот вот разговор не сделали, это разговор не о том, что не было сделано в буквальном смысле, не куплено, да, и не свожено, а о том, что вот как что-то было в сфере контакта, в сфере взаимодействия. И тогда это, как вы заметили, наверное, один из немногих способов для ребенка сказать вот о своих переживаниях родителю. Но я думаю, что мы не погрешим против практики, не против истины, а против практики, потому что ровно с такими же вопросами приходят и взрослые люди и адресуют их друг другу, ну, супруги адресуют друг другу, да. Когда они в ситуации, супруги или партнеры, пара, да, когда они в ситуации прояснения каких-то важных для себя актуальных моментов, вот эта вот история с обесцениванием, она начинает звучать. Вы сейчас сказали про супругов, у меня прям картинки какие-то в голове рисуются. Возможно же такой вариант, что супруги в свои семейные взаимоотношения привносят те претензии, которые они не высказали своим родителям. То есть они своим родителям не осмелились, например, сказать, ты меня там, мама, папа не любил или не любила, потому что там меня не слышали или еще что-то. И вот осталась там эта недосказанность. И тогда вот я своему партнеру, вот будь здоров, разбирайся теперь с моими проблемами. Мне теперь все время кажется, что меня все не слышат и все мои важные вещи не проходят. Ну да, да. Много элементов там вокруг этой истории накручивается. И в том числе тот элемент, что, конечно, когда я таким образом задет, и меня и родители не слышали, и, ну как мне кажется, да, и мой партнер. Да, потому что если в семье это было, то тогда в новую вот эту семейную ячейку вот эта модель или вот эта угроза, она привносится. Да, я просто хотел продолжить вашу идею, что в этой истории часто еще присутствует то, что психологи называют проекцией, когда я замечаю вот эти негативные негативные какие-то, ну отсутствие любви за вами. И, ну, если речь о партнерах, и психотерапевт спрашивает, а ваше отношение какое? Ну я-то, конечно, люблю, но меня не любят. То есть… Это же очевидно. Да, это очевидно, и снова, это зыбкая почва, вот все время нужно искать какую-то твердую поверхность. В чем зыбкая почва? Когда разговор идет о любви, кто кого, снова очень быстро выходит разговор на, ну, я люблю, он не любит или она не любит, и это снова вот этот самый пинг-понг, о котором вы сказали. Ну, с доказательствами, ну, я не знаю, он приходит домой, и у меня всегда готово… С количественными и качественными показателями, да? Да, у меня всегда готово, чисто там, да, и убрано, я еще и работаю, он приходит, и всего этого, значит, не ценит, не так далее. Ну, и это может быть ровно наоборот с высказыванием мужчины. Я бы хотел одно, чувствуя, что мы близимся к финалу, хотел бы… Как и есть. Да, хотел бы зафиксировать просто эту мысль, дополнить призму, то есть к стеклышку обесценивания, добавить стеклышко такое предполагаемое, но близко находящееся избыточной ценности, да, и пробовать на ситуацию смотреть, ну, хотя бы через два стекла. То есть это на первом этапе основное направление, основная задача, основной вопрос, который стоит решить. То есть попробовать запустить рассуждение в направлении того, что, может быть, мы говорим не о том, что что-то ничего не стоит, а что-то стоит очень дорого или очень дорого ценится. И что это может быть, о чем может идти речь? Это запускает новые обсуждения и, может быть, запускает новую стратегию, ну, какую-то дополнительную поведение в семье. То есть когда, может быть, мама такая или папа приходит домой или супруг и слышит, что ему что-то унизительное говорят, может быть, в этот момент он слышит, что ему говорят о том, что они близкие не могут расплатиться по счетам. Мой долг перед родителями настолько велик, что он мне становится невыносим. Ну, типа того, да. И за этим стоит масса чувств, потому что, ну, если чувств слышать буквально, то родители как раз начинают увеличивать этот долг. Ах, вы меня, ну, например, я мало времени проводил, ну, так я буду проводить еще больше времени, ну, как мне кажется, тем самым компенсировав, да, и почему-то я еще пристальнее, еще больше, я не знаю, там, убираюсь, вкладываюсь и так далее, еще острее слышу назад эти фразы о том, что, слушай, ну ты вообще, там, а как же, вот я же тут каждый день и то, и все, и пятое, и десятое. Уже за тебя экзамены сдала. Да, о чем мы можем поговорить в следующий раз, потому что у меня возникла фантазия про бабушек и дедушек, которые начинают обесценивать родительство своих детей. То есть, когда они на внуков свою любовь направляют, и вот там происходит уже обесценивание молодой семьи и молодого родительства. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу, мне было очень интересно, время нашей программы прошло для меня очень быстрое. Спасибо вам, спасибо телезрителям, вас с прошедшими майскими праздниками. До свидания. Всего доброго.